Консультантам и партнерам, которые пришли к нам в компанию из других проектов, из других сетевых компаний, из других MLM-компаний. У многих людей, у многих партнеров из предыдущих проектов уже есть свой созданный продуктовый чат. И человек мог вести этот продуктовый чат и неделю, и месяц, и полгода, и год. И вот он на сегодняшний момент решил поменять компанию, решил прийти в Siberian Wellness, решил попробовать с нами работать и здесь развиваться. И вот очень многие задают вопрос, а что мне делать? Мне нужно создавать новый чат, мне нужно в своем чате оповещать, что, ребята, я сменил сетевую компанию, я ушел из компании X, вступил в компанию Y, и теперь я буду рассказывать о продукте компании Y. Ни в коем случае этого не делать. Нужно оставлять тот чат, который вы ввели. Первое. Потому что там уже люди, потому что там уже теплые люди, которые вам доверяют, которые у вас покупали, которые знают, что вы плохого не посоветуете. Зачем менять чат и перетасовывать их, и создавать еще дополнительный чат? Люди всегда против этих дополнительных чатиков. Они, возможно, в ваш чат еле-еле вступили и только ждали возможность, когда вы что-то измените, чтобы с легкой душой оттуда выйти. Не надо этого делать. То есть оставляйте тот чат, который был по поводу заявления, что я ушла, я сменила компанию. Ребят, продуктовый чат – это клиентский чат. Вот поймите это, услышьте меня. Клиентам вашим по барабану, в какой компании вы работаете. Самое главное, что вы рекомендуете хороший, качественный продукт. Самое главное, что вы отвечаете за тот продукт, который рекламируете и продаете. Все. Под какой эгидой, под какой маркой продукт выпускается, клиентам по большей части все равно. Ну, по крайней мере, так было с моими клиентами. Им было важно, что я пробую этот продукт, тестирую на себе, отвечаю за качество, за цену и за доставку. Все. Какая разница, что написано на баночке в плане компании, какое ООО, если этот продукт порекомендовала я, человек, которому они доверяют. Поэтому ни в коем разе. Первое. Не меняйте чат, можете просто как-то переименовать. Второе. Не говорите громких фраз «я ушла оттуда, пришла сюда». Третье. Каким образом подавать информацию о продукции. Допустим, вы до этого им целый месяц или, допустим, полгода рассказывали только про экосредства бытовой химии по уходу за домом. Вы делаете, к примеру, в понедельник или вечером воскресенье небольшое объявление в своем чате, что «ребята, я для вас подготовила такую бомбическую, классную информацию. Теперь я вам буду рассказывать не только об экосредствах бытовой химии, но еще буду затрагивать вопросы здоровья, укрепления иммунитета, вопросы красоты». Я думаю, это всем вам будет супер-мега полезно. Вот скажите, на этой неделе вы бы больше хотели услышать информацию по здоровью, по укреплению иммунитета или по красоте? То есть, сделайте выбор, скажем так, выбор без выбора, когда человек выберет или одно, или другое по-любому. И вы поймете, что больше интересует вашу аудиторию. И опросик проведете, и активность чата повысите, и посмотрите, кто ваш чат вообще читает, смотрит, слушает. Ну, то есть, это очень такой полезный лайфхак. И не будет вот этих вот дурацких фраз «я ушел, я поменял, а теперь я буду только это вам рекламировать». Нет, вы просто сообщаете, что вы нашли какую-то дополнительную информацию, с которой вы хотите поделиться, потому что вы очень любите, цените и уважаете своих клиентов, и хотите, чтобы они не только, к примеру, пользовались эко-бытовой химией, но еще и правильно за своим лицом ухаживали, еще и укрепляли свой иммунитет, заботились о здоровье. И вообще, если какие-то проблемы по здоровью, то теперь тоже они могут к вам обращаться, а не ходить куда-то там в другое место, искать других людей, которые им смогут помочь. Это же классно, это же здорово. И ваши клиенты обязательно это оценят. И опять же, уверенность. Если вы будете рассказывать о средствах уверенным голосом, а не так, что «Ой, ну сегодня, сегодня вместо вот этого я буду рассказывать о креме для лица». Ну да, я никогда о кремах не рассказывала, но сегодня буду. Вы уж простите, извините меня, ну так получилось. То есть ни в коем случае не так. Ребят, представляете, я на неделе познакомилась с таким шикарным кремом для лица. Девчонки, ну я не могу вам о нем не рассказать. Просто шикарный крем, 255 рублей с конопляным маслом, шикарно увлажняет кожу. Можно наносить и с утра, и вечером, сейчас, в зимнюю погоду, в холод, но это просто палочка-выручалочка будет для вас. Вот крем с конопляным маслом компании Саверин Велна. Ссылочку с описанием оставила ниже. Вот фотографии, вот цена. Если что, обращайтесь ко мне в личку, расскажу более подробно. Ну крем просто суперский, я настолько его оценила, так мне помог, но не могу не рассказать. Ну это я рассказываю для примера. То есть если у вас будет уверенный, нормальный голос, нормальный посыл, то и вопросов «М-м-м, компанию поменяла?» Таких вопросов не будет у ваших клиентов. Им все равно, в какой вы компании. Далее, есть другой момент. Когда в вашем клиентском чате сидят ваши партнеры из предыдущего бизнеса, из предыдущей компании? Да, вот тут возникают вопросы, что делать. Но опять же, это вопрос вашей уверенности. Вопрос, почему вы меняете компанию? Почему вы приняли такое решение? Наверняка, если вы приняли такое решение, то были проблемы с предыдущей компанией, вас что-то не устраивало. Не то, чтобы компания была плохая, а вас просто что-то не устраивало в ведении вашего бизнеса. Вы не получили тот результат, о котором хотели, о котором мечтали. Вы понимаете, что только своими силами, только своими усилиями вы не достигнете быстрого результата. Вам нужен более разнообразный продукт, к примеру. Вам нужны более лояльные цены, к примеру, меньшее значение ЛТО, лучшее обучение, лучшая CRM-система и так далее. То есть подумайте о своей мотивации и поймите, вы уже окончательное решение приняли или еще сами сомневаетесь. Естественно, если вы сами сомневаетесь, то не стоит пока что переименовывать чат, как-то это озвучивать, потому что там же сидят ваши партнеры из предыдущих компаний. Вы не знаете, как они на это отреагируют, если вы пока для себя не приняли решение, что я об этом сообщаю своим партнерам. Но если вы решили, что все, ваш переход окончательный, вы сделали свой выбор, этот выбор обоснованный, а не просто такой, я Беленов тут объелась, хочу поменять компанию, теперь я вот это буду рекламировать. То есть если ваше решение адекватно, разумно принято, сообщите об этом своим партнерам. Будьте с ними честны. Наверняка, кроме продуктового чата, вы ведете чат своей команды. Как, к примеру, вела я еще в июне чат своей команды, когда сотрудничала с предыдущей компанией. И я сразу же сделала объявление в своей команде. Когда я получила? То есть я единственное, чего подождала, это когда ко мне придет продукт. Мой первый заказ с Айвериан Велланс. Чтобы убедиться в упаковке, в качестве, в сервисе, в доставке и так далее. Для меня это было важно, да? Принципиально важно. Так вот, я сразу же, да, сделала сообщение, сделала обращение в своем партнерском чате, что, ребят, по таким-то, по таким-то причинам я начинаю сотрудничество с компанией Сайвериан Велланс. Вы прекрасно знаете, что у нас с вами были вот за последние полгода такие-то, такие-то, такие-то проблемы. Эти проблемы ни я, ни вы не можем решить, как бы ни пытались. Партнеры уходят, бизнес разваливается, развиваться не получается, денег бизнес не приносит. Вопрос, зачем терять время? Зачем терять время, когда можно попробовать что-то новое, более интересное? Да, поэтому я теперь работаю с Сайвериан Велланс. Welcome! Вот моя регистрационная ссылочка. Кто хочет меня поддержать, кто хочет попробовать со мной, кто согласен с моим выбором. Но, если вы с моим выбором не согласны и хотите продолжать работать вот здесь, я вас поддерживаю, я вас люблю, уважаю, буду вам подсказывать и помогать. Если вы хотите продолжать работать со мной и советоваться со мной, я ничего против не имею. То есть, элементарно, вы в своем чате озвучили свое решение, свое адекватное решение, объясняя причины. Да, возможно, будут недовольные люди. Конечно же, будут люди, которые захотят остаться. Но, в целом, вы будете честны со своими людьми. И тогда вы будете уже без боязни вести, как вам нужно, свой продуктовый чат, где, опять же, будут находиться ваши партнеры из предыдущей компании и ваша команда. Возможно, кто-то из чата начнет выходить. Ничего страшного. То есть, подготовьте для этого какое-то объявление, какую-то фразу, какой-то новый материал, чтобы эти сообщения просто ушли выше, люди их пролистывали и не видели о том, что там человек вышел из чата. Все. То есть, вот это вот мои такие основные рекомендации, когда вы приходите из другой компании уже с созданным продуктовым чатом.